Глава сороковая Книги Иова И отвечал Господь Иову из бури и сказал, — Припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли возгреметь голосом, как Он? Украй же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие, излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его, взгляни на всех высокомерных и униз их и сокруши нечестивых на местах их, зарой всех их в землю и лица их покрой тьмою, тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божиих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, и там все полевые звери играют. Он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах. Тенистые деревья покрывают его своей тенью, ивы при ручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром? Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревку исхватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздрь его, проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко? Сделает ли он договор с тобою и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогою? Клади на него руку твою и помню о борьбе. Впредь не будешь.